Добрый вечер Добрый вечер Теперь с утра свежо Теперь не жди тепла Запорошит снежок Страну и все дела А сердцу хочется весны Сердце мается Летит маршрутка в сумок голубой И слава Богу, что долго не кончается И неизменно возвращается домой Конечно, все не так И жизнь еще сложней Но ты пойми Чудо бывает тяжелее А разноцветные герлянды отражаются В осколках лужи тающей ночи И вам покучит незнакомый Улыбается Просто смотрит Из-за того, чего молчит Когда маршрутки Спят Снегу плечом к плечу Они во сне Летят Как я Куда хочу И мы твердим себе Все только начинается Что нам, конечно, Рано на покое Слава Богу, что Дорога не кончается И неизменно возвращается Теперь с утра Свежет Теперь не жди Тепла Запорожит Снежок Страну И все дела А сердцу хочется Весны А сердце мается Летит маршрутка В суммах Голубой И слава Богу, что Дорога не кончается И неизменно возвращается К тому Аплодисменты Аплодисменты Мы позавчера Мы выступали В Киеве Как раз там Революция идет Прямо на площади И тут же дворец стоит И у нас Концерт И мне Сказал один историк Что 25 октября 1917 года В Питере Один Киевлянин Выступал Как раз Во время Революции Вот Ну Я им Об этом Рассказал Это был Александр Вертинский И Ну Не смею равнять себя С гением А Я пожелал им Чтобы У них Революция Принесла Другие плоды В общем Нам Все кипит А сюда приехали Как-то у вас тихо Все хорошо Видимо Да Зарплата Тишина Покой Народ молчит Вот И я там Значит Некоторые песни мои Перевели на Украинский язык Самую Коханную Ты была Моей Мри 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 Какой-то Да В общем Красиво Так Лучше И красивше Только Когда Эти песни Исполняются В немецком языке Немцы Есть в зале? Вы Детей Зала Просто За время Отсутствия В Красногорске У нас Вышла Книга На немецком языке В Германии Здесь Конечно Потрясающие Картинки Питерского Художника Игоря Шермарданова И они Предают Моим песенам Какую-то Философию Которую Которую Даже В них Нет Сразу Так Солидно А тем более Когда на немецком Но ноты На русском И русские Тексты Тоже есть Так что Если кто-то Играет На гитаре Тут вот Написали Леон Марголин И Родион Марченко Мучились С моими нотами Родион Марченко Аплодисменты Он знает Вот А Леонид Марголин Дай ему Бог здоровья Вот опять Он Приболел А нам остается Только молиться И чтобы в следующий раз Мы уже Приехали Полным составом Книжка Почему-то Называется Штиле Лерн Их Фон Ден Волькен Понятно Я его Сыц Она называется Я учусь У облаков Тишине Такая Неприметная Песенка Из которой Взяли слова Для названия А Вообще Сама Звучит Фраза Сквозь себя Просеивать Тишину Я учусь У облаков В этом Счастье Дальча Искурки С каждым Годом Все Смелее Я угадываю Звуки Леса Церкви И полей И всю ночь Качает Кровь Капельмейстер Сонный Мой Ветер Мне давно Знакомый По прогулкам Под луной И целый И целый День Разглядываю Словно Разглядываю Вышину Без друзей Без дураков Сквозь себя Просеивать Тишину Я учусь У облаков Безус Ну конечно же А не в белых облаках. Я еще послушаю на белу И друзей, и дураков. И сквозь себя просеивать тишину Поучусь по облакам. И сквозь себя просеивать тишину Поучусь по облакам. Вообще, конечно, вот я не помню, была ли эта книга в прошлый раз, Видел ли ее кто-нибудь. Это третья книжка из, так вот, все, что собирается за лет 7-8. Ее все, значит, в одну книгу. Фотокарточки, ну, естественно, песни. А, конечно же, записки, дорогие друзья. Вот такой низкий поклон за. Просто этот раздел растет и растет. Вот, например, откровенные такие хорошие. Ехала на концерт и думала, Если опять расплачусь от песен, Значит, ты еще не испелся, А я еще не слушаюсь. Ну и ты подумай, сижу револ. Спасибо за то, что вернули из ветхости в юность. Вот, знаете, Такие короткие записки хорошие. Одна называется «Жги». Так, подбодряюще. А вторая, она такая, посленовогодняя записка, пришла. Пивка. Ну, вот. Знаете, и все время что-то происходит вообще. В зале всегда, Даже когда мало народу. Вот, например, Первый раз на вашем концерте улыбаюсь, Как дурочка, роняю слезки, И душа летает. Передайте привет моему преподавателю, С которым мы проглюваем лекции. Студентка ТГУ. Или, Олег, огромное спасибо, Вы открыли мне глаза на мир. В этом зале я увидел свою жену с любовником. Понимаете? Или, вот, завтра развод. Сказала мужу, сделай хоть что-нибудь, Ну, хоть билеты на Митяева купи. Сидим в зале. Придется не разводиться. Спасибо вам, вовремя приехали. У моего, а, вот такая хорошая. На ваши концерты, наблюдение, На ваши концерты хожу давно. В основном сижу на галерке. Заметила особенность. В конце 80-х передо мной сидели шевелюры, А сейчас одни лысины блестят. Спасибо. Вот, а кто-то в противовес такая. Мне 22 года, а я в машине слушаю ваши песни. Со мной что-то не так? Наталья. Не синие хорошие записки. Вялый мужской спрос задавлен неким женским предложением. А после ваших песен хочется попробовать любить мужчин за 50. Что будем делать? Олег Григорьевич, что-то все так грустно. Весна же, вы в курсе? А вы влюблены? А я когда иду? Третий ряд, 17 место. Вот, это же. Спойте, пожалуйста, песню «Родили и дом». «Все там будем». Кировчанки пишут. Подруга моей жены обожает вас, супруга любит, а я пришел один посмотреть за что. В прошлом году оставила вам свой адрес, спросила писать, если будет плохо или хорошо. Неужели никак не было? Или вот такая «Олег, вы мне снились, не смейте отпираться, Оля». А вы музыку, как пишете, из головы? Ну, тоже такой вопрос. Ну, спасибо. Ну, интеллигенты тоже пишут. Спасибо за вашу грусть, перевоплощенную в философию жизни. Ну, такая вот вырезка мне нравится тоже. Фестиваль «Распахнутые ветра» помог мне достичь больших успехов. На этом фестивале для меня неожиданной была встреча с Олегом Митяевым. Я был приятно удивлен его приезду. Я думал, он давно умер, а он живой. Антон Азаров. Вот он и от фестиваля пишет. Вот, ну, вообще, знаете, я зачем это все сейчас читаю, потому что одна записка была такая. Олег, в качестве романтического примера для моего мужа спойте, пожалуйста, песню «С добрым утром, любимая». И вот я вам в качестве романтического примера просто... АПЛОДИСМЕНТЫ Если мне найдете авторучку... Вот, я сам-то тоже, как любит, говорит Дмитрий Харатьян, говорит, не подумайте, что я какая-нибудь московская штучка. Я, типа, из области, вот, из Красногорска. Я тоже, в общем-то, так вот на подступах остановился в Москве, но все время там, когда бываю, туда-сюда мотаешься, и как-то я ехал мимо Кремля и думаю, а я ведь одну башню только знаю. Спаску. Еще по Челябинску. Вот, думаю, ну это же не дело, как уже больше 20 лет в Москве знаешь одну башню. И взял все башни, выучил. Все башни выучил. Вот и дети выучили. Очень оказалось удобно. Хочешь в Макдональдс? Сдал башню, иди. Вот сейчас храмы. Вот так американская экономика помогает изучать русскую историю. И там, знаете, есть одна, ну вы-то знаете, там одна башня называется Беклемишевская. Она же Москва-Иринская. Беклемишевская ее назвали после того, как там был двор боярина Беклемишева. Это боярин как-то царю батюшки Василию Третьему, отцу Ивана Грозного. Как-то говорит, а что это вы, батюшка, все решения-то сами принимаете, а нас-то бояр не спрашиваете, как встать? Вот так он вас простил. Вот, и ему голову отрубили. Формулировка была за высокоумие. Вспоминается сразу анекдот, что Вася выбросился из окна. А какие мотивы? Да какие мотивы? Что, он кобзон, что ли? Летел молча. А как у боярина Беклемишева, Рожа покруглее блина гречишного, Лучше не болтал бы боярин лишнего. Я сидел в кремле, Попросил боярин порядка нового. Как бы ни случилось чего хренового, Покорчил боярин царя сурового На беду себе. В снег голову, В ночь подняли, Было полна луния. И голову прочь отняли За высокоумие. Сделали острог в башне Беклемишевской, Для кого уродно указан Иршевской. Ну а тем, кто прячет еще излишек свой, Можно посидеть. Можно подождать еще царской милости, Можно огрести так, что не пояснилось бы. Да, пока дождешься, как сможешь вылезти, Можно посидеть. Пушить варежки, Ну плохо ли, Ваньку дурака валять, Пицарь сжалился, Зря ухли, А вот иди, чем вертовать. А теперь бояре сильным поддакивать, Дома в медовых усы помалкивать, Там могло бы пить, да сидеть помалкивать, Да кивать, 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 кивать. Это еще нету пока обричника, Окна не забиты поверх наличника, Дочка бегле Мишева прячет личика, А чего ей ждать? Двуглавые, Три кованы, К башенкам кремля-орлы, А спросишь их, Что нового, Только лишь бурлы-бурлы, Попросил, поверим, Порядка нового, Как вывеснуть, Чин с чего хренового. Ну еще одна песня, Тоже по Москве мы как-то шли, С Мишей Вдокимовым, Царством Небесное, Только поступили в ГИТИСы, Такие два парня, Переночевать негде. Идем, Сник валит. В общем, Что-то вспомнилось. Что-то опять не в мучь, Бодрые куранты бьют, Два паренька сквозь ночь, По маховой бреду. Башни в огне в Кремле, Синяя остынет в мглах, Столько в Москве жилья, И нет своего угла. Это в юности нам все кажется, Настоящая жизнь – борьба, Только позже, потом все свяжется. Как решится тебя судьба? Много прошло с тех пор В дружбе, когда клялись, Из воробьевых гор Молча смотрели вниз. В клятве собрать нельзя, Был так закат лишнёв, Просто ни дать, ни взять, Керцом и Огоревом. Это в юности нам все кажется, Настоящая жизнь – борьба, Только позже, потом все свяжется. Как решится тебя судьба, Все, чем горел в пылом, Не позабудется, Даже когда потом Многое сбудется. В коль в аду ты придёшь, И не единожды Многое не поймёшь, Если не знал нужды, Это в юности нам все кажется, Настоящая жизнь – борьба, Только позже, потом все свяжется. Как решится тебя судьба? Будет чудовица новая, Она такая же проскучая, Как пала. Неровность, но черная крыша, Течется в горизонте, Семнадцатый квартал Париж, Чуть в стороне грецот, Их женщина французская, Серьёзно и милая, Спешит сквозь утро тусклое, Должна быть подоспала, И тем, кто встретится ей, Улочкой узкой, Не догадаться. Здесь у всех свои дела, Она хоть бывшая, Но отданная русская, Она такая же москвичка, Как и была. У бывшей русской В отданной квартире гвардак, А значит, что в душе Наверняка не так, Но как легкие слова, И пусть неважно спит, Но под столичной головой Наутро не болеет, И вспоминает сон Про дворики арбатские, Она как в реку Погружается в тела, И несмотря на достояние Дурацкое, Она такая же москвичка, Как и была. Каштаны негры продают Площадь и комфорт, Бредят сквозь лампочек, Сорют бесснежный Новый год, И парижане в своем Задумавшись свежат, И Рождество опять вдвоем С подружкой из США Наполнит праздничный Париж Вино французское, А ей пригнездится Москва вина и мила. Она пьет водку, Так как водная русская, Она такая же москвичка, Как была. Наполняет праздничный Париж Вино французское, А ей пригнездится Москва вина и мила. Она хоть бывшая, но полуданная русская, Она такая же москвича, как была. Вот товарищ мой как-то стоял на Воробьевых горах, открывается вся Москва, такой вид, и впереди стояли два бомжа. Один другому говорю, ты смотри, какая неровность у черной крыши. Я подумал, интеллигентные люди, я ничего для них не написал. Бомжи есть? Все бомжи. И у вас уже и бывает праздник, Когда зима свернет на лето, И так захочется налево, Хоть ты не нужен никому. Когда апрельская свобода В твоём согревшееся сердце, Каналом мусоропровода, К тебе стечётся одному, И так захочется влюбиться, Читать стихи всю ночь хмелея, От снега талого и клея, В каком-то доме не жило. Только глупо улыбаться, Как после Рома и Аксента, Жалеть премьера с президентом, И думать, как тяжело, Шляемся черт в те ядно ебшие. И звезды на барабаре. Взаимниевшие не возмущаемся, Любим смотреть салют, И не обижайся, если за что-то бьют Когда во дворике, где тара Стоит и летание, как врущевки И как Мадонна без истёвки Луна глядит из темноты Любуюсь я на звёзды даром Сочувствую из-под брезента Что нет премьера с президентом Такой не видит красоты Шляемся, черт и нет Пьяно неевшие И не звёзды на бороде Заинтересные Не возмущаемся Любим смотреть салют И не обижаемся, если за что-то бьют А утром Гремль осветит солнце Оно выходит перманентно И помогает президенту С премьера думать, как нам жить И вся страна видна до донца Для них всего важней на свете Народом брошены детям Ну и, конечно, мы Бомжи Шляемся, черт и где Пьяно неевшие И звёзды на бороде Заинтересные Не возмущаемся Любим смотреть салют И не обижаемся Если за что-то бьют И не обижаемся Аплодисменты 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 То есть, если человек может сказать, что он бомж Некоторые стесняются Знаете, вот меня попросили написать песню По произведению Олега Куваева Территория Это в 60-е годы Всё по-другому Геологи переплывают в ледяные речки За небольшую зарплату А в общем-то Рискуют жизнью Я думаю, а как Вот они снимают кино А как молодёжь, что я им напишу Не поймут Сейчас всё по-другому Схема жизни другая Вот, и Как-то судьба распорядилась так Что мы познакомились в это время С Вадимом Ивановичем Тумановым Вы знаете, друг Высоцкого Такой золотодобытчик, картельщик Человек удивительной судьбы Помотала его, побросала Не скопил, он не своровал Ничего И он очень много рассказывал И в общем-то эта песня ему и посвящается Это было в другой стране Под которой прошла война Мы работали, как во сне И задача была одна Чтоб грубость и красота Совместились в твоей судьбе Чтоб ни деньги, ни пустота Не мешали смотреть тебе На бескрайнюю территорию На которой мы все живём Это Родина Это Родина И не более, но единственное Это Родина Поменять невозможно нам Прожитое под песни над Заполярье остались там И зимовая тоска и фарт И остался ещё запас Золотой мерзлоте земли Только это уже без нас Мы всё сделали, что смогли Для заснеженной территории На которой мы все живём Это Родина И не более, но единственное Блитон Это Родина И не более, но единственное Блитон Я не знаю, кто правит в ней Но, похоже, она сама Сберегает своих детей Если с юга идёт война Если с запада всё не льёт И с востока недобрый взгляд Если с севера снег бьёт Всё выдерживает земля Необъятная территория На которой мы все живём Это Родина И не более, но единственное Блитон Это Родина Это Родина И не более, но единственное Блитон Что-то у нас там корзиночка такая для записки Пустая Пустая Про наточенные У меня нету У меня только про не наточенные нажимы И, знаете, в Германии было очень сложно Что-то объяснять Несмотря на то, что у них был подстрочник И Во-первых, я для себя много узнал нового Потому что, например, там была помещена схема битвы Хана Кучума И казакин фюрера Ермака Который первый раз видел Так написала А они глубоко копнули И одна женщина всё переживала По поводу того, что переживает русская женщина Что у неё не наточенные нажимы Она говорит Есть же эти электрические дочинки у нас продаются Ну давайте есть, пошлём Как-то Вот Обязательно споём это весь Да, ночью мы будем тянуть тогда Исполняется на русском Снова гости к моей соседке Дочка спит, там жар горит Радостно лица По стеколу скребутся ветки В рюмочке коньяк на вид За свиданице Вроде бы откуда Новая посуда Но соседка этим гостем дорожит То поправит скатерть То вздохнёт не кстати То смутится, что не острые ножи Он мужчина разведён И она разведена Что тут говорить Правит нами век казён И их это вина Некого винить Тот был первый гордым Правильным был твёрдым Ну да бог ему судья Да был бы жив С герлистом уменяет Дочка подрастает И пустяк, что не наточены ножи Пахнет на оболочка снегом Где-то готовит вода Плащ в углу висит А проспект спустилось небо И селёная звезда Вон с него такси Далеко до сходни Не уйди сегодня Он бы мог совсем остаться Да и жить Всё не так досадно Может, живет взглак Ах, дались мне эти чёртовы ножи Ах, как спится утром зимним На ветру фонель спулит Там шёлтая дыра В фонарю тряснились ливни Вот теперь она не спит Всё скрипит Пора, пора Свет сольётся в щёлку Ввери тихонько щёлкнет Лифт послушно Отсчитает ножи Снег под утро ляжет И неплохо даже То, что в доме Не наточены ножи Снег под утро ляжет И неплохо даже То, что в доме Не наточены ножи Снег под утро ляжет Снег под утро ляжет А по утру спустилась благодать Забытых снов и слов Из зла таусти И невозможно Стало дольше спать Я открыл глаза На этом чувстве И в золотых Крещенских куполах Заинделевши благостью Облитых Как в западевших Ёлочных шарах Всё отразилось В ливиях размытых Как сквозь ограду Парка изумлённая Смотрела льдинка Светной и хрустящая Зима студённая Слегка влюблённая Незабываемая Ненастоящая Зима студённая Слегка влюблённая Незабываемая Ненастоящая Я вспомнил вас Среди музейный сал И худому работника Серёжи Который так О прошлом рассказал Как будто в те годы Мы жили тоже Как будто мы С вами на том полу И никогда не знали Ательизма И вера Не осыпавшись в залу Звучит молебном светлым А не хрисный А сквозь окно Музея Чуть зелёный Гринит свиной Льдинка И хрустящая Зима студённая Слегка влюблённая Незабываемая Ненастоящая Зима студённая Слегка влюблённая Незабываемая Ненастоящая Я казалась С счастьем просто жить Не формулируя Природу в слов И если в чём-то Изредка спешить Так это сделать Благо для другого И не пускать Уныние на порог А воспевать Текущие мгновения И если Бог пошлёт Немного строк То это в радость Или в утешение А между строк Снегами Запылённая Так с фотографии На нас смотрящая Зима студённая Слегка влюблённая Незабываем Ненастоящая Зима студённая Слегка влюблённая Незабываем Ненастоящая Музыка влюблённая Сегодня мы на сайте Повесили счёт Его дочки Жанны Марголиной И туда Если есть возможность Можно перечислить Какие-то средства Потому что В общем-то Ситуация непростая Вот я написал Письмо по заказу Волжского пароходства Пришлось мне изучить Собственно говоря Историю Волжского пароходства Сто семьдесят лет Было в то время Много Вообще за это время Много было разных компаний Которые занимались Судоходством на Волге Одна из них называется Кавказ и Меркурий Давно это было В общем Песня совсем про другое Песня про любовь Он работал в Кавказ и Меркурий А ушёл рядовым бурлаком Из-за ссоры любовной литури В общем просто дурак дураком Бросил жонку Работа на прачке Хорошо не родил Хорошо не родил малыша И связался с простою бурлачкой Правда шейба была хороша И он прошёл От Рыбинска до Нижнего Сто раз вернулся И опять прошёл И в общем был доволен Своей жизнью Но вот такую раньше Не нашёл Незавидная Доля Бурланская Жить под лодкой Да в шаладже Да по праздникам Драка Капанская Где любая душа На ноже А любовь у него Беззаветная Ревновал Как башкою облёк Ведь бурлачка Особо применная Редко Кто не затенет Пройдёт А он ведь всё От Рыбинска До Нижнего Прошёл Вернулся И опять прошёл И в общем был доволен Своей жизнью Да только счастье В жизни не нашёл А нашла его Прачка Голодного Да в локоте Да в чьей-то крови Где машина Стоит Коноводная Пожалела По бабской любви Да вернула В Халупу Под ветками Отстирала Простила Грехи И сожили В трудах А не с детками Возле Волги Великой реки И он прошёл От Рыбинска До Нижнего Сто раз вернулся И опять прошёл И в общем был доволен Своей жизнью И тем что счастье Всё-таки нашёл Продружбу Был он стрункий Но не чёткий Вот что-то вы мне наверное Поголазавы хотели Чтобы что-то мы спели Продружбу А, продружбу Нет, выогодите Это же не сразу Продружбу Сейчас завяжется как-то у нас все, наладится. Вот я вам хочу сказать, что вот мы привезли вот эти какие-то песни, я пел. Вот, кстати, тут про дружбу есть. Альбом называется «Позабытые чувства». Да, здесь песня про дружбу. Есть? Есть. Диск Ленида Маргулина вам предлагаю обязательно купить. Называется «Побудь со мной». Ну и, в общем, если кому-то взберет в голову что-то подписать после концерта, мы все равно никуда не торгуемся. В концерте первого отделения традиционная песня. Дима Сезона. Посмотри, в каком красивом доме ты живешь, я вчера пошел за пивом прямо обо мне. Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы любоваться до скончания дня. Вместе с нашим участковым молча под гриппком, но в пакетике прозрачном дырка у меня. И все время утекает пиво из него. Я ушел в апрель, я нашел повод, я замерз, упутываясь в твой ход. И пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Поросень тихо подрастает на щеках. Поросень дом плывет по ветру, а меня нет. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме, на последнем этаже. А я в различных точках, минующихся в дом. Вручь местный пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, Что давно повесилась в неделю злая. Выпьем с участковым, смотрю лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Поросень тихо подрастает на щеках. Поросень тихо подрастает на щеках. Поросень тихо подрастает на щеках. А меня нет, лето — это маленькая жизнь. И хотя в огне твоем начует наша грусть, Я в мусоропровод бросил два своих ключа. К тебе точно этим летом не вернулся. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, А ты вернулась снова. Я вчера видел, словно в прошлой жизни, Посмотрел видик, видик про разлук, Про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни пирфальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый меню, я меня помолчу. И это — это маленькая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова